Всем привет, ребят! И вот уже по давней традиции, после туториала мы записываем ответы на вопросы. Все по классике. Был создан специальный пост ВКонтакте, который даже какое-то время повисел в закрепе. Собственно, вопросы оттуда. И в первую очередь, хотелось бы ответить на самые часто задаваемые. Когда трек? И знаете что, ребят? Написание качественной музыки требует больше хлопот, чем то я себе представлял. В нее входит покупка инструментала, аренда студий, даже конечное сведение. Это тоже очень трудоемкий процесс. И это я уже молчу, а правильно поставлю на рифме и хоть в каком-то смысле. И мне кажется, не совсем круто тратиться на тот продукт, который в итоге самому не понравится. Предрасположенность для написания треков у меня все же есть. Есть какие-то заготовки, уже выбрал минуса, которые в дальнейшем я буду покупать. Но это все в будущем. Что сподвигло тебя снять последний тутер? Знаете, тут все просто. Продажа аккаунта. То есть я это выкладывал в своем паблике ВКонтакте. Поначалу ажиотаж был большой. Все даже говорили, почему так дешево. Ребята, изначально ценник был в 5 кусков. Потом я подумал, моя аудитория дети. И остались такие, ну, я уверен, что остались заядлые фанаты. Думаю, ладно, снижу цену до 3. Потом уже после выхода туториала я написал цену 2 куска. Я думал, что я проснусь и мне уже посыпется куча приложений. Так вот, ни-ху-я. И знаете, я так часто говорю, что покидаю проект, ухожу из танков. Может быть, это было для привлечения внимания. Ну, как и у многих, собственно, ютуберов. Создать некий такой резонанс, шум вокруг персоны. Но сейчас уже реально все. Когда я записывал уже последние кадры, как-то катался по битвам, я понимаю, что я сам себя насилую. То есть я не хочу этого делать. Я не хочу опять вливаться вот в этот движ. Да, немного было ностальжи, но как бы таких уже бурных эмоций, ну, игра у меня, ну, не вызывает. А что с моей дальнейшей деятельностью на ютубе? Куда я все-таки собираюсь двигаться? Ребята, что бы я ни снимал, без рекламы, я просто хер баранатый. Ну и, конечно, надо быть более продуктивным, с чем у меня бывают некоторые косяки. Но таким образом аудиторию не удержишь, а тем более и не заработаешь. Надо снимать что-то стабильно и более так качественно. Куда будешь переезжать? Верно замечено, что сидеть в своем городе я не собираюсь. По сути, мне уже 20 лет и все дороги передо мной открыты. Но единственное, что меня сейчас на данный момент держит в моей местности, в Башкортостане, это университет. Мне осталось еще учиться два года, специальность инженер-строитель, как я уже и говорил. Но уже после диплома, думаю, куда-то вырваться в культурную столицу. Что нового ждать от меня в Ютубе? Есть уже несколько интересных проектов. Обшарив Ютуб, я не нашел им подобных. Всех планов я вам пока открывать не буду, но несколько новых рубрик вы точно увидите. Что со спортом? Занимаешься ли ты сейчас? Знаете, я всегда себя подпинывал записаться на танцы. И не важно, какие. Потому что мне нечего стесняться, ведь до пятого класса я танцевал балеронские танцы, понимаете? Вот у шеста ты перекладина стоишь, и всякие там гранд-плей и так далее. Поэтому мне нечего стесняться, и мне вообще этот движ нравится. Я сейчас нахожу по кубу не для того, чтобы пухать, а для того, чтобы просто подвигаться и потанцевать. А вот в плане потягать железо, я никогда не был к этому предрасположен. То есть у меня тонкие пальцы, тонкие руки, как бы... Да, пусть я сам по себе большой, но как-то в этот весь мир бодибилдинга как-то лезть не хочется. А как же дела обстоят с автозвуком и машиной в целом? Вы знаете, ребят, совершенству нет предела. Всегда можно добавить энное количество тысяч рублей и купить что-то лучше. Но пока я стопорнулся. В планах, конечно же, машину менять. То есть на Аквазе я уже накатался. Ну, на Багдане. Пока это только я присматриваю, но прям у меня сильно загорелось на Chrysler 300C Universal. Почему Universal? Туда можно напихать уйму количество самов, потому что там очень здоровый багажник. Ну, еще она и полуприводная. Как дела обстоят с Никитой? Давненько у тебя в видосах его не видели. У Никиты все хорошо, он человек уже семейный. Мы с ним, ну, не так уже видимся, как раньше. А жаль. Как я отношусь к блогерам со своего города? Вы знаете, мне всегда было приятно и интересно пообщаться с людьми, с которыми совпадают интересы. Но в местной локале пока лишь только одни дети, которые насмотрятся и в Ангая, полностью сделают видео под копирку и думают, что они тоже на этом хакают миллион. Пока, знаете, светлых умов я еще не встречал. Ну и, ребята, хотелось бы обобщить. За 2016 год, ну, у меня так и не получилось хайпать. Да, много было обещано, много было снято, но пока фидбэк особо не идет. Ну, еще, ребята, все впереди. С вами был Саша Джиггернаут. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok